Микс Ньюз. Здесь и сейчас. В прямом эфире. След в след за самыми горячими событиями. Экспертные оценки. Социальные сети. Прямые включения по всему миру. Реагируем оперативно. Обсуждаем предметно. Программа Болтком Онлайн. Время выхода любое. Протяженность не ограничена. Слушай своих. Свои не обманут. Мы продолжаем. Это программа Болтком Онлайн. Мы начали вещание в 11 часов. Потом прервались на программу разворот. Поговорили о не менее важной теме. О женском здоровье. О рождении детей. И снова возвращаемся к Дональду Трампу. Человеку, которому сегодня приковано внимание всего мира. То есть он стал президентом США. Для многих неожиданно. 45-м. 45-м. По счету. 45-м президентом США. Для многих неожиданно. Хотя, как сейчас выясняется, некоторые эксперты говорили, что раньше они говорили, что Трамп станет президентом. И, кстати, в эфире наши радиостанции такие тоже были. Да. Сейчас в студии работает Вадим Родионов. Вот вы слышите его голос. Марис Морканс. Вы слышите Наталью Михайлову. Да. И у нас свой дядюшка Сэм появился. Вот. Кто видит видеочат, они обнаруживают такого представительного очень человека в очках. И той самой шляпе. Ну, карикатура американского. Это буржуя. Да, Константин Рангс. И вы подключайтесь к нам, пожалуйста, уважаемые радиослушатели. 6, 7, 2, 12, 9, 3, 9, 6, 7, 2, 13, 9, 3, 9. Я напомню, что работаем мы уже, в принципе, всю ночь со вчерашнего вечера. И все утро. Утром мы побывали на традиционном завтраке в гостях у американского посольства. Печеньки там. И наблюдали там как раз вот, как, собственно, проходили выборы по телевизору. И как реагировали на них представители того истеблишмента, который там собрался. Вот. И сейчас тоже мы призываем еще вас к одному действию. Это голосование. Активно участвуйте в нем. Хочу тоже похвастаться, что наши слушатели и зрители, наверное, и читатели нашего портала, они, в принципе, люди разумные. Они сразу предсказали победу Трампа уже в тех опросах, которые у нас были выставлены вчера. Там уверенно лидировал Трамп, что, в общем-то, и подтвердилось на выборах. А сегодня мы хотим вам предложить еще один опрос. Вот сейчас он есть в видеочате и чуть позже появится на портале тоже в новости. Опрос этот касается отношений между Латвией и Америкой. Как они будут складываться и что может измениться. Пожалуйста, участвуйте. Да, вопрос опроса. В коллекту онлайн наши партнеры, они обеспечивают площадку. Вопрос опроса звучит так, как на Латвии отразится избрание президента США Дональда Трампа. Я предлагаю его немножко расширить, как на Балтии отразится избрание президента США Дональда Трампа, поскольку нас сегодня также поддерживают партнеры. Это эстонский телеканал ЭТВ+, и портал Спектр Пресс. Они осуществляют трансляцию из нашей студии, поэтому вы можете голосовать и подразумевать под Латвию всю Балтию. Уже есть какие-то результаты, правильно? Да, результаты есть. На наш вопрос, как на Латвии или на Балтии отразится избрание президента США Дональда Трампа. 54% ответили, не как США останутся стратегическим партнером Латвии. 25% ответили, что кардинально нас больше не будут защищать и поддерживать. И 19% что увеличится влияние России, ведь Трамп это проект Кремля. Голосуйте дальше, мы будем вас защитывать. И звоните нам, пожалуйста, мы еще также представим вашему вниманию тех экспертов, которые прокомментировали нам на этот момент избрание на разных этапах, мы собирали их мнение. Вы тоже звоните. А сейчас хотелось бы, чтобы человек, который изучал всю эту систему, можно сказать, на корню буквально, немножечко прояснил для всех наших радиослушателей, для нас, может быть, тоже все-таки, вот эту выборную систему США. Потому что уже прозвучали какие-то такие мнения, что, да вы что, еще же Трамп не победил, еще 19 декабря там будут обсуждения, голосования в Сенате или где-то, да? Костя, вот... Да. Ну, такой выбор в США и как они осуществляются. Сложная система. Вообще, надо отметить, что выборная система в США, она была создана в известной мере уже отцами-основателями, и ее принцип, ведь это, когда выбирают президента, это, в принципе, выбирают главу союза штатов, союза государств. То есть, и ведь каждый штат всегда, еще в те времена, беспокоился, чтобы не оказалось так, что его голос будет как бы не услышан в этом хоре голосов. Поэтому система там двойная. То есть, по сути дела, избиратели, хотя они голосуют за того или иного кандидата, то, по сути дела, они отдают свои голоса, которые должны будут исполнить коллегия выборщиков. Выборщики 19-го числа приедут, соберутся все вместе, и они выполнят наказ избирателей. Они могут выполнить наказ тех избирателей, которых проголосовало меньше. То есть, ну, допустим, подыграть Хиллари Клинтон в этой истории, поскольку был пример Буш-Гор, когда у Буша было чуть меньше голосов, но, тем не менее, он стал президентами Соединенных Штатов. Во всяком случае, это не для этого их собирают, не для этого эта коллегия существует. По сути дела, эти люди, они должны отправиться и передать, условно говоря, все 100% своих голосов, вот сколько выборщиков есть, в эту копилку того или иного кандидата. Тут есть нюанс. Сколько выборщиков? Вообще, у американцев много интересных терминов. У них есть такое понятие, как электоральные голоса. То есть, каждый штат, он неравномерен, и его, так скажем, вес каждого штата тоже очень разный. Ну, Аляска два выборщика, три, да, Калифорния 55. Причина очень простая. Дело все в том, что количество выборщиков соответствует количеству представителей каждого штата в Конгрессе. То есть, в Сенате, от каждого штата в Сенате два человека, да, два сенатора. Таким образом, на уровне сенаторов все штаты равны. То есть, вот это один уровень, все равны. А другой уровень, Конгресс, это уже пропорционально населению. Поэтому, естественно, когда население меняется в том или ином штате, то, естественно, и количество вот этих голосов тоже меняется. Поэтому сделано это, как объясняют американцы. Я спрашивал американских политиков, почему такая странная система. Они объясняют, что благодаря такой системе, с одной стороны, возникает определенное такое влияние малых штатов. То есть, и малый штат может оказать большое влияние на исход голосования. А с другой стороны, например, уменьшается интерес к подтасовкам выборов. То есть, они возможны. Все возможно. Но, на самом деле, массовости уже никакой нет, потому что теряется смысл. Ну, к примеру, если в вашем штате за кандидата X готовы проголосовать 60%, и вы уверены, что, в общем-то, проголосуют, то ничего делать больше не надо. Ничего шустрить там. По одной простой причине, потому что все равно 60% – это больше половины победитель получает все. Вот эта знаменитая фраза. Вот как раз она тут приемлема. Все голоса выборщиков пойдут. 55 он получил, 60, 75, не важно. Все 100% голосов выборщиков пойдут за этого кандидата. Хорошо, Костя, ну тогда объясни, а что же за история-то Буш-Гор? Почему Буш набрал меньше голосов выборщиков? Но, тем не менее, Буш набрал меньше голосов. Да, Буш набрал меньше голосов, но, тем не менее, электоральный голос. А голосов выборщиков как раз не получилось. Там буквально разница, по-моему, в десятках тысячах голосов была по всей стране. Ну да, не существует. Да, Гор получил голосов больше, но голосов выборщиков больше получил Буш. Это вот особенность вот этой системы. Критики как раз и говорят, что эта система несправедливая, потому что получается, что кандидат, который получил даже чуть меньше голосов, чем проигравший, может стать президентом. Апологеты же заявляют, что здесь не идёт о выборе президента унитарного государства, как, например, той же Франции. Франция считается как бы такой образец. Речь не идёт. Речь идёт о выборе главы союза стран, по сути дела. United States. Союз объединённых стран. И здесь президент, как раз очень важно, чтобы штаты имели большое значение именно как не просто там набор территории, где живут люди. Там какая-то там Вологодская область или, условно говоря, там Прованс. А именно, чтобы это был услышан голос каждого штата. Вы обратите внимание, что вместе с выборами шли очень важные референдумы. В одних штатах, в одном штате, я не помню, помню Браско, признали необходимое возвращение смертной казни. В других штатах, в частности, в Калифорнии, признали право использовать марихуану для удовольствия. Но это, как называется, подшумок, да? Ну, подшумок, подшумок, но дело всё в том, что… Три штата сейчас, с сегодняшнего дня. Получается, посмотрите, в Америке вы можете жить в штате, который будет очень строгий, достаточно пуританский, такой весь из себя, а вы можете оказаться в штате, где большой, так скажем, либерализм. То есть, Америка чем удобно и чем многих людей привлекает, вы можете, находясь в США, найти себе самое разное место проживания, не только по климату или там по природным прочим условиям, а в том числе и по своим законам. И вот это американцы очень ценят, что, условно говоря, Флорида – это одно, а, условно говоря, Висконсин – это совсем другое, или Западная Вирджиния. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира, звоните нам, высказывайте своё мнение, мы говорим о выборах президента США и напомним, что победил Дональд Трамп. Для многих неожиданно, но для кого-то ожидаемо. Давайте мы также подключим наших экспертов, они готовы были нам прокомментировать в разное время, мы собрали мнение, вот хотим дать вам послушать сейчас мнение Совой Даблтони, которая прокомментировала нам, скажем так, грядущие, наверное, результаты, потому что она комментировала ещё на этом завтраке, где результаты, как я понимаю, я раньше немножко ушла, они так и не были. Они не были озвучены, потому что как-то всё вышло за рамки, и все рассосались. Там потом сказали, что уже заканчивается время, и, в общем, осталось 15 минут, уже нужно расходиться. Но Совой Даблтони хорошо смотрелась с картонной рядом с Хиллари Клинтон, она была блондинкой Клинтона, Дональд Трамп, да. И где-то там на фоне маячил Трамп, тоже картонный. Но журналисты тоже использовали, конечно, эту возможность поставить Совой Даблтони. Я сказала, что она уже четыре раза фотографировалась Клинтон. Да, она четыре раза уходила, четыре раза возвращали, и... И всё время Клинтон. А потом Клинтон ответнули вообще. Тогда я послушаю, что сказала экс-спикер Сейма. Это выбор избирателей Соединённых Штатов. Я, конечно, поддерживаю госпожу Клинтон, поскольку я с ней встречалась, и знаю, как трудно женщине быть в политике. И в данной ситуации я тоже оцениваю, как это всё-таки влияет на то, что может позволить женщина, что может позволить себе мужчина. И мы должны не забыть то, что Соединённые Штаты всегда были и останутся нашими близкими союзниками. И независимо от того, каким будет кабинетом, какой будет новой администрацией, Латвия со своей стороны будет конструктивным партнёром, и будет стараться, чтобы наши отношения остались настолько хорошими, какими они были до сих пор. У латвийских политиков, вот заметьте, у них появилась новая мантра, мы уже её обозначили, да, что Латвия будет сотрудничать, будет конструктивным партнёром с любым президентом. Ну, понятно, что как бы, а как? Ну, Латвия сделала бы головок, что с Трампом прогулочит. Я не знаю, Латвия что, выйдет из НАТО в связи с Трампом? Или, ну, какой-то протест объявлен? Ну, президентом он только в январе, да. Какой выбор? У Латвии какой выбор? Нет, здесь, на самом деле, мы это уже поднимали, этот вопрос в 11 часов во время эфира, потому что многие политики успели, латвийские политики, засветиться в различных либо оскорбительных, либо полуоскорбительных высказываниях в адрес Дональда Трампа, и теперь этим политикам предстоит как-то с этим жить, потому что никто из них, как я понимаю, не верил в то, что Трамп может стать президентом США. Были оскорбления, но, возможно, кто-то когда-то напомнит им, вот, будет, например, встреча, и кто-то напомнит Трампу, а помнится вот этот вот... Он скажет, это кричал не я, это кричал мой внутренний вакуум. Да, это кричал Путин во мне. Давайте примем звонок. Давайте звонок, да, здравствуйте. Добрый день. Вот на личной вот ситуации, как бы я бы ее воспринял. Мне, в общем-то, что Трамп победил, никакой радости не вызывает. А вот то, что проиграла Клинтон, мне вот, вы не поверите, я очень удовлетворен. Почему? А сейчас скажу. Когда я видел, как женщина, женщина тут, это педалируется все время, женщина, женщина, она... Когда эта женщина смотрела на растерзанного Каддафи, и когда эта женщина с таким восторгом это все воспринимала, то у меня, вы знаете, я не могу себя же ненавистником назвать никак. Я думаю, что это самое счастье, что у нас есть эта женщина, но эту женщину я видеть не мог. Спасибо. Мужчина, если смотрит на растерзанного Каддафи с удовольствием, это ты лучше, что ли, чем ты? Ну, как бы предполагается, что мужчины, они по своей натуре агрессоры, агрессивны, воины, да, и поэтому, как бы, труп поверженного врага и мужчина, который его поверг, это вроде бы, как бы, еще более-менее приемлемо. А женщина ведь в этом же самом консервативном создании – это хранительница домашнего очага, а мать, она вообще вне консервативности. Ну, тогда она вообще не должна идти в политику, и мы вернемся к тому, что женщины не имеют права голосовать. То есть, в Америке они добивались этого очень усилия. Я так думаю, что такой кандидат тоже мог бы найти собрать голоса. На самом деле, это, конечно, стереотип, потому что, если взять тоже Маргарет Тэтчер и Фолкландские или Мальвинские острова, кризис, который был между Великобританией и Аргентиной, показалось, что, в общем, женщина принимает жесткие решения с применением военной силы, и там много убитых, раненых и так далее. Поэтому это, в общем, по большому счету, мне кажется, ничего это не значит, кроме… Но существуют же общественные и социальные мифы. Да, и сознание, конечно. Можно сколько угодно говорить о том, что это неправильно, но если этот миф существует, он превращается в реальность. Реальность для тех людей, которые в этом мифе живут. Мне кажется, что это очень интересно, что одна из огромных ошибок, которую, кстати, показала эта компания, она очень сильно показала, как и с Брекситом, что так называемые эти яйцеголовые, как в Америке говорят, эти умники, в том числе эти аналитики в газетах, вся эта публика, она плохо себе представляет, что происходит за кольцевой дорогой их городов, да? Как думают, что говорят вот эти люди, которых они, собственно говоря, даже как бы не очень-то с ними и сталкиваются. А когда вдруг неожиданно происходят вот такие вот голосования, то ах, что они сделали, да? Что произошло, почему же так, да? Вот об этом мы поговорим, наверное. Я хотела только добавить, что женщины, они существа, кстати, очень кровожадные. Обратите внимание, когда женщины смотрят вот бои без правил, да, как женщины наслаждаются видом разбитых кровь, лиц, которые вот на ринге. И обратите внимание, это в нашем эфире говорит женщина, да, я просто хочу развеять. Потому что женщине нравится сильный мужчина-победитель. Они восхищаются. Микс Ньюс. Мы знаем, вы слушаете. Радио Болтком. Мы продолжаем программу Болтком онлайн, говорим о выборах президента США. Выборы состоялись. Дональд Трамп, судя по всему, новый президент Соединенных Штатов Америки, судя по всему, потому что еще должны собраться выборщики и утвердить это решение. Но там сюрпризов уже быть не должно. Во всяком случае, прецедентов не было, за исключением Гора и Буша. Но это такая отдельная немножко история. Здесь все-таки преимущество Трампа, оно сокрушительное. У Хилари Клинтона нет никаких шансов. Это программа Болтком онлайн, как я уже говорил. Тем временем, да, наши коллеги, мои коллеги, вот здесь в студии, Вадим Родионов, Марис Морканс, Константин Рангс, я, Наталья Михайлова. С нами также звукорежиссер Евгений Копейн. И я призываю вас также голосовать, как же на Латвии отразится избрание президентом США Дональда Трампа. По этому поводу очень много истерики в соцсетях, как мы уже говорили. И вот даже наш слушатель пишет, что позвонил ему сын. Это на латышском языке. Да, позвонил сын, девятилетний, плакал, трудно было успокоить. И вот когда я его спросил, что же, сынок, случилось, он говорит, ну как же, Трамп победил. Он его спрашивает, а почему ты плачешь? А сын отвечает, я не хочу умирать. В общем, с ума сошли все. Так же констатирует наш этот слушатель. В общем, ужас какой-то. Вот такая реакция, что подтвердил нам, кстати, корреспондент в Вашингтоне, который говорил о том, что девушки плачут, рыдают. Пришел фашист к власти и так далее. Да, он сказал о том, что даже не плачет, а рыдают. Сейчас происходят митинги, беспорядки. Вы продолжаете голосовать у нас при поддержке наших коллег, партнеров, электроонлайн-платформы. Можно голосовать, как на Латвии отразится. Да, и также можно смотреть трансляцию на порталах ЭТВ+, эстонского телевидения и на портале Спектр Пресс. Наши коллеги и партнеры также осуществляют трансляцию из нашей студии. У нас много звонков. Давайте выслушаем, что думают наши радиослушатели. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый. Я посмотрел за реакцию российских СМИ. Ну, там все смеются, стебутся и уморят по этому поводу. И украинских посмотрел. Ну, там полный траур. Короче, Украина в полном шоке после того, что наговорил Порошенко. Они были в инфарктном состоянии. Российская Дума аплодировала новости, что победил Трамп. У них есть свой весьма колоритный персонаж. Знаешь, кстати, многие уже проводят параллели между Дональдом Трампом и Владимиром Жириновским. Говорят, что на самом деле Жириновский ярче, чем Трамп. Но Трамп богаче, чем Жириновский. Поэтому, я не знаю, тут у каждого свои преимущества. Знаете, очень интересно было слушать речь. Я вот сидел и слушал речь Трампа, которая была... Вот буквально только что он появился сразу после звонка Хиллари Клинтон. То есть, он начал свою речь со слов «Только что мне позвонила Хиллари Клинтон». И после этого он начал вспоминать о том своих родителей, которые смотрят на него с небес. О том, что у него были очень хорошие родители. Он вспоминает своего... Он показал на своего брата, сестра, о том, какая у него семья. Это традиционная такая голливудская история. А потом он начал перечислять своих друзей, которые были. Он намекнул о том, что, собственно говоря, даже те, кто убежал от него, что никому, все, ни с кем не собирается никому, так скажем, припоминать ничего. Но это выглядело вот так, как-то вот очень так вот... Вот особенно с вице-президентом Пенсом. Вот он благодарит Пенса, да? Вот они друг другу жмут руки там. Вот так взялись, так взялись. «Thank you, my pants!» Вот это вот было настолько так очень, типа, ну, крыша. Вот все это вот так вот. Нет, но это шоу, конечно. Вот мы смотрели, наблюдали сегодня на завтраке, который был в гостинице «Рэдисон». Там все было вот красиво оформлено. Такой соревновательный момент. Уходили на рекламу перед тем, как объявить результаты нового штата. И все это, конечно, ты смотришь, и ты погружаешься в этот весь процесс. Это, конечно, очень красивая история. Сделана в лучших традициях жанра. Вот, например, российские выборы президента, их смотреть не очень интересно. Потому что выбора нет. Они что, выходят на рекламу, что не выходят? Ну, знаешь, кто за кого и кто станет президентом. Если что, просто поменяются на некоторое время. Здесь, конечно, вот эта интрига и вообще вся вот эта сопутствующая история, это, конечно, в лучших традициях Голливуда. Нужно поехать в Белоруссию. За эту историю вот хочется действительно снять шляпу перед американцами. Именно вот за то, что по поводу шляпу сняли. Но самое интересное, смотрите, если у строителей, шоумены, они действительно заслуживают то, что называется цепронос, да, вот шляпу снимаем за то, что они действительно специалисты. То вот эти все бесконечные аналитики, которые сидели в крупнейших американских газетах, аналитические специалисты, которые полностью, посмотрите, никто не предсказывал успеха Трампа. Но, кстати, два эксперта, которые вчера вышли в эфир радиоболтком. Это Боб Перс, бывший контрразведчиками 5 британской, и Пол Крейг Робертс, это бывший советник министра финансов в администрации Рейгана. Они предсказали. Причем Пол Крейг Робертс сказал абсолютно без всяких фраз «возможно», «может быть» и так далее. Он сказал «победит Трамп». Да, ну, это будем сказать, что мы нашли таких экспертов. Да, имеется в виду, что, видимо, там они, как официальные аналитики, вот там как раз никто не предсказывал. Да, а там-то вот при газетах действительно получается, что газеты были прикормлены, они действовали в интересах Клинтон, и они создавали вот эту эмоцию, правда? Есть такой вариант, как говорят в психологии, что когда общественность начинает буквально давить, люди перестают говорить на все вопросы правду. И, кстати, эксперт же, да, как раз об этом и говорил, что люди могут публично на всех опросах, да, говорить то, что принято, а, что называется, когда будут подписывать бюллетени, галочки ставят, покажут фигу. Это, кстати, было на Брексите. Да, та же самая вещь. Весоподобно, экзит-пулы показали, что Брексит не состоится, все вздохнули с обречением, а он состоялся. Теперь, если в следующем году выиграет Мария Летель во Франции, то теперь можно будет полностью сказать, что все, так скажем, классические, если службы, они полностью себя дискредитировали. Уже сейчас об этом можно говорить. Давайте еще звонок примем. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Ну, во-первых, я сегодня за последние полгода первый раз порадовался за Килларию Клинтон, потому что она сделала, наконец, в этой кампании, в которой достойная политика, проиграв, поздравила соперников и поздравила. Во-вторых, я не знаю, почему такой ажиотаж. Выбор предполагает выбор, и народ выбирает лучшего. Ну, народ имеет право ошибаться, но, по крайней мере, он сделает свой выбор. Ну, а что касается, что ждет Латвия, видите, я, например, боялся, что при победе Хиллари Клинтон, Латвия, Балтика и Польша, будет подвернуто более массированной возможности втянуться в какой-нибудь военный конфликт, что-нибудь такое, наподобие того, что в любом случае не совсем хорошо. Сейчас, в любом случае, в самом худшем случае, этот процесс оттягивается на несколько лет. Это в худшем случае. В лучшем случае вообще ничего не будет. Поэтому, я думаю, американцы, может, без нас как-нибудь разберутся со своей удачей и неудачей, а нам бы заняться своими домашними делами. Удачного дня. Спасибо. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира. И, кстати, вот о чем говорил наш радиослушатель. Президент России Владимир Путин, судя по лентам информационных агентств, которые я специально просмотрел, очень активно комментирует победу Дональда Трампа, и вообще российские политики стали говорить о том, что мы приложим все усилия для того, чтобы изменить в лучшую сторону наши отношения с США. Предстоит долгий путь, но мы уверены, что все будет хорошо. Президент России уже поздравил Дональда Трампа. То есть риторика пошла в том направлении, и тут как раз я обратил внимание на то, что эти новости все построены. Вот с этой администрацией было плохо, но мы верим в лучшее теперь. Интересно, Путин бы поздравил Хиллари Клинтон. Поздравил бы. Но он поздравил, скорее всего, как это обычно делается. Может, не первым, холодным протокольным тоном. А здесь пошли активные комментарии, и Путин рассуждает уже практически об этом. Это, кстати, тоже очень интересно, потому что в сентябре месяце шеф-редактор сайта фонда Карнеги в Москве Александр Баунов опубликовал статью, в которой объяснил со своей точки зрения, почему были предприняты в сентябре те действия, как бы ухудшающие отношения с США, которые были предприняты. Там этот Плутониевый, там скандал и прочее. С его точки зрения, Москва постаралась подойти к моменту избрания нового президента в ситуации, когда хуже не бывает. Что бы ни получилось, что вот мы на что-то согласились, а потом противоположная сторона ситуацию еще более ухудшила. То есть ситуация ушла до дна, от которого можно отталкиваться. Уж с выбором нового президента. Когда мы достигли дна, снизу постучали, да? Ну, собственно говоря, вот, кстати, этим он заканчивал статью, что можно до такого дождаться, но можно и выиграть. То есть это была очень тонкая и сложная игра. Когда Трампу разрешат вернуться, постучать в Твиттер, потому что его команда его от этого не оградила. Да, советники, кстати, ограничили в этом. Не знаю, может быть, это и помогло, может быть, он мог бы еще больше голосов выборщиков. Как показала практика, вообще, на самом деле, эти выборы во многом, как мне кажется, они парадоксальны, потому что то, что делал Трамп, то, что говорил Трамп, это должно было оскорбить огромное число социальных групп. От, например, национальных меньшинств до, не знаю, там... До брошенных женщин. До брошенных женщин. И что мы видим? А что мы видим? Они за него проголосовали. А мы видим одну простую вещь. У нас что-то в последние десятилетия стало модным носиться вокруг меньшинств. А вместе с тем как-то непривычно стал Никамильфон говорить о суровой правде классовых взаимоотношений. Ведь самое интересное... То есть это шелчок по политкорректности. Всем надоело вот это вот... Точнее, я бы сказал, даже не то, что политкорректности, а то, что забыли о проблемах действительно огромных человеческих масс. Например, ведь никто... Все говорили про то, что сказал Трамп в отношении меньшинств. Но, например, очень мало кто говорил о том, что говорил Трамп на вступлениях в рабочих штатах. Например, в той же Западной Вирджинии. А он перед огромной аудиторией сказал о том, что одевайте ваши каски. Когда я стану президентом, шахты откроются, вам нужно будет выходить на работу. То есть завода рабочим с землю крестьянам. С землю крестьянам с заводом рабочим. С земляемых ржавых штатах, да? Да. Примем звонок. Еще здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Как раз таки произошла большая глобальная революция. Потому что, по сути, что с нашим обществом сейчас происходит? Если раньше давали ту же самую рекламу на радио, ее кто-то слышал, то я сейчас принципиально ничего не куплю, то, что рекламируется на радио. Вот протестно. На таких же самых протестах, мне кажется, россияне отжали Крым у украинцев. В Англии произошел Brexit. То есть люди не голосуют за какое-то благо, а человек уже настолько привык, что политики организовали так... Это не мы вас прервали, вот честное слово. Мы звонили тебе все равно. По-моему, из машины. По-моему, из машины. Да, позвоните нам еще раз. Так, еще у нас звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Давайте попробуем посмотреть на вещи прагматично. Я уверен, что в широкой аудитории помнят те заявления Трампа, которые адресовывались господи Клинтону с обещаниями посадить ее в тюрьму в случае раннего президента. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь в это верит? Сейчас узнаем. Как вы думаете, что Клинтон уже запасается теплым бельем с сухарями или собирает вещи для эмиграции из Штата? Он еще угрожал кастрировать этого человека. Кого? Да, опустим этот момент. Ну, смотрите, пишут нам в видеочате, например, все довольны, даже противоположно настроенные люди радуются Трампу, и я рад, что левацкие бюрократические демократы проиграли. Ну, не знаю, что... Вот опять же, проиграли, а не выиграли. Проиграли, да. То есть радуются проигрышу. Очень многие радуются проигрышу. Да, в этом, мне кажется, и особенность этих выборов. Не потому, что Трамп хороший, а потому, что Хиллари не любили больше, чем... Ну, и вчера, кстати, во время нашего эфира, посвященного выборам, тоже у нас был звонок из США, где тоже говорилось о том, наш эксперт из США говорил о том, что он не будет голосовать, будет голосовать за Трампа, потому что Хиллари, это демократы, стали социалистами. Да, это штат Индиана. Я помню, вот ты выходил, человек из города Лафаэр, штат Индиана. Он сказал, что слишком социалистов, они мне напоминают. Кстати, ученый-физик. Да. Еще звонок примет. Да, у нас много радиослушателей хотят высказаться. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Я абсолютно соглашусь с вами. Мне тоже кажется, что не Трамп победил, а Хиллари проиграла. Ведь на самом деле это демократы проиграли уже на праймарис, когда не выдвинули по-настоящему хорошего кандидата, Берни Сандерса, который безусловно выиграл выборы. И еще тогда прогнозировалось, что Берни Сандер должен обойти очень-очень серьезно, на сколько-то там, 15 процентных пунктов Трампа, нежели чем Клинтон, который прогнозировали только три, которые она в итоге не взяла. Поэтому, ну, говорят же, что Трамп символизирует все плохое, что есть в Америке в культурном плане, то есть это сексизм, шаминизм какой-то, агрессия не основана ни на каких фактах. А Хиллари, в свою очередь, что, возможно, даже хуже, символизирует все самое плохое в политическом плане, то есть это связи с банками, коррупция, олигархи, корпорации и так далее. Спасибо. Я думаю, что это поражение демократов. Спасибо вам. Кстати, опрос меняет стремительные результаты на голосование. Только что было 60% под ответом, что никак отношения в связи с избранием Трампа не изменятся, и США останутся стратегическим партнером. И вот, спустя несколько минут, уже 42% считают, что не изменятся, 28% считают, что изменятся, причем кардинально, но и 28% считают, что увеличится влияние России, ведь Трамп это проект Кремля. Это ты смотришь голосовалку в видеочате, правильно? Кстати, можете скачать наше приложение, Mix Media Вот называется, для андроидов, да, оно доступно, а вот что на сайте слушатели, читатели, они голосуют так, по первому вопросу, что никак ничего не изменится, 40%, кардинально изменится, что нас не будут защищать поддержи 33%, и увеличится влияние России, Трамп, это проект Кремля, 26% считают. Ну, похоже, кстати, похоже, похоже цифра. Кстати, я хотел бы еще обратить внимание, продолжить, говорить о его речи, вот первой речи, ведь очень интересно, что он сразу же, обычно в первой речи говорят о чем-то таком важном, вот что, сколько ее все цитируют, Евроньюз ее перекручивал вообще, нон-стоп, по сути дела. И вот что заявил Трамп, Трамп тут же заявил, что он рост увеличит два раза, что он начнет бросить средства на то, чтобы восстанавливать инфраструктуру страны, причем так намекнул, что вот все лишние расходы урежут, а вот надо инфраструктуру, нужно больницы строить, нужно школы строить, нужно дороги, мосты восстанавливать, что уходит, так скажем, и тогда это все, строительство внутри страны, приведет к увеличению числа рабочих мест. То есть, мне кажется, что Трамп, конечно, для него внешняя политика, это, ну, дело второстепенное. Но Трамп всегда строил. Строил небоскребы, строил, застроил Манхэттен и так далее. И самое интересное. Он будет концентрироваться на внутренней политике. и что самое интересное, что он понимает интересы вот этих самых людей, вот этих синих воротничков, которых миллионы, которые хотят работу. Они хотят работу, а он им обещает дать эту работу, так как он это понимает. Строить будем, а стройка, знаете, это дело, мы сами знаем, по примеру нашей страны, стройка – дело хорошее. Да, стройка можно мочать, но невозможно покончить. Вот Америка сможет отказаться от роли такого, ну, я не знаю, мирового контролера, как его называют часто, или там экспортера, там демократии, или там по-разному ее называют, неважно. Единственное, все это держало. Но во всяком случае ее роль, да, вот во внешней политике, не забываю ее останется высокой. Неужели она уйдет в тень? Нет, она не уйдет в тень, я думаю, но дело все в том, что уж такого стремительного желания везде внедрять демократию, может быть, уже и не будет. Тем более появились конкуренты, говорят, в Соединенных Штатах Америки, в этом смысле. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Да, слушаем вас. И я вот, да, я тоже вот смотрел, вот слушал все время ваше радио насчет всех этих выборов, но, знаете, я подумал, что если бы я был американцем, да, в Америке жил, я бы, наверное, за Трампа голосовал, и я могу сказать, почему так кратко, я думаю, может, американцы точно так же думают, кто за него голосовал. Просто вот Трамп, по мне, вот мне он кажется, как человек, который знает, откуда деньги берутся, понимаете, а Клинтон, она больше у меня, вот, ассоциируется, как вот, про наших тоже некоторых политиков, говорите, что они думают, что деньги, они из тумбочки. Ну, откуда-то они есть, ну, делать ничего не надо, но они все время будут, можно что-то повышать, куда-то там распределять, а он привык деньги распределять так, он знает, откуда они берутся, и я думаю, что он совершенно по-другому будет этими деньгами распоряжаться, и мне он потому вот более симпатичен, он просто знает, откуда они берутся, а не тупо, когда пожизненный чиновник откуда-то все время плывет, все время, вообще-то повышают зарплаты, откуда, зачем, вообще, кто за это, что-то для чего, что он для этого сделает, мне кажется, она даже сама не понимает, ну, вот, примерно так, спасибо. Спасибо вам, и, кстати, вот в видеочате нам пишут о том, что теперь настало время США менять всю систему, по крайней мере, выборную, это же ужас, когда избиратель голосует за президента только потому, что кандидат женщина или кандидат черный, ну, не знаю, мне кажется, слишком такое категорическое определение, но, тем не менее, вот, я его прокомментировал. Кстати, меняются, опять же, результаты на сайте, в видеочате, 55% уже считают, что никак не изменится отношение с Латвией, США, 28% считают, что изменится кардинально, и 16% на данный момент считают, что увеличится влияние Кремля, ведь Трамп – это проект России и президента Пуста. пока мы еще не ушли на перерыв, нам нужно, давайте послушаем мнение публициста латвийского, Уто Озулса, он тоже дал нашей, чуть не сказала, конторе, комментарий по поводу выборов. Да. Я не рад, что случилось в Америке. Для меня Трамп просто непредсказуемый политик, он, по-моему, не трезво оценивает Путина, он не совсем понимает, какая опасность исходит из России, из Путина. Дружить надо со всеми, но дружить со страной, которая нападает на соседей, которая поддерживает брата убийственную войну, а там надо серьезно говорить, а не дружить. Понимаете, Трамп – это бизнесмен. Мы помним, что было в Латвии, когда бизнесмен Андрис Челс начинал управлять Латвией, это ничем хорошим не кончилось. Я думаю, после победы Трампа европейские члены НАТО, они больше не будут так уверены в НАТО, потому что разные высказывания Трампа были, ну, двусмысленные насчет НАТО, и что в Европе будет сильнее говорить об вооруженных силах единой Европы. Это было мнение Отто Озлс. Ну и заодно ответ нашему слушателю, который вот считает, что, в принципе, если человек берет деньги, ну, вернее, знает, откуда брать деньги, то он, значит, хороший. Это, кстати, тоже один из таких мифов, просто сранен, что должны управлять бизнесмены, вот, и они точно знают, как зарабатывать и так далее. Ну, там, по-разному, можно заработать, конечно, тоже, да. Нам пора, наверное, на перерыв. Сейчас новости, реклама, которую, вот, как признался наш слушатель, он не слушает, не покупает товары. Все-таки призываем послушать все это, и потом мы вернемся, продолжим у нас Болтком онлайн, посвященный выборам президента США.